Этот день я помню, как вот вчера это было. Нине Старковой 93 года. Несмотря на почтенный возраст, начало войны помнит в деталях. По ее словам, это был воскресный солнечный день. Они вместе с мамой и тетей планировали прогуляться до Гатчинского парка. В ожидании этого события девочка легла спать. Когда проснулась, рядом никого не было. Маленькая Нина подумала, ее не взяли с собой. Как меня не взяли, обманули, обманули. Я в три ручья слезы надеваю это платье, задом наперед бегу. За ними бегу. Не догоняю, конечно. Бабушка меня ловит и говорит, дурочка, какой праздник, война началась, война началась. Сегодня Нина Антоновна с гордостью рассказывает о своих медалях. Самая дорогая – жителю блокадного Ленинграда. Все, что на правой стороне, это все касается Питера. Это все мое, кровное, родное. Из родного Ленинграда Нина Старкова переехала в набережные Челны 50 лет назад. Устроилась старшей медсестрой сначала в детсад, затем в детскую больницу. В 51-м вышла замуж. В браке с супругом воспитали троих детей. Сегодня у нее уже пятеро внуков и двое правнуков. В преддверии Дня Победы ветерана лично поздравил Наиль Магдеев. От Рустама Нургалевича Мениханова. Тоже спасибо. Да, вот сюда мы его поставим, потом вы угостите своих. Это от нас, от города плед, чтобы вам всегда было тепло. За приятной беседой и чашкой чая женщина вспоминала детство, как на Марсовом поле сажали капусту. Ветеран поблагодарил учеников 61-й гимназии, которые часто ее навещают. Говорит, к ним относится как к своим детям и часто рассказывает о своей непростой судьбе. Светлана Занарева, Лили Гатина, Сергей Вильданов, ТНВ, Набережные Челны.